Добрый-добрый-добрый вечер всем! Добрый вечер! Добрый вечер! Просто must have, поэтому, по-моему, пик команды Empire очевиден. Если, конечно, PR у нас в сложную не заберут, например, себе шейкера. Ну, это невозможно по факту, мне кажется, поэтому Team Empire, наверное, заберут именно этого парня. Тем более, есть бруда, тем более, куча тараканов, а это огромнейшее количество дэмэджа от Эхо Слэма. Тут и выдумывать нечего. Лину забанили Empire. Ну и что PR? Что PR? Как, собственно, получится ответить? Phantom Lancer от Power Rangers для дитяра. Залетает в пик и последний пик. Шейкер, не шейкер для Йоку? Шейкер, не шейкер? Неизвестно. А Дайанга можно смело отправлять, саппортить первое время. Не обязательно вообще ему давать сложную и давать возможность фармить. Ну, не знаю, я ставлю ставку все-таки на Шейкера. Сэнд Кинг у нас заходит в последний пик для команды Empire. Ну и глянем, СК для Йоку или СК. Ну, скорее всего, я думаю. Алоха Дэн забирает себе Алдаин. Гоулвейс Вона Флай будет играть на Венжи Фулл Спирит. Трезолюшн на Дроу Рейнджер. Сайван, скорее всего, на копе. А Сэнд Кинг у нас для Йоку. Но этот парень мастер по врывам. По врывам чудовищно мощным. И по дичайше крутым мультам. Йоку специалист. Ну и со стороны команды Power Rangers. Акаш уже у нас взял Shadow Fender, Кингер. Забирает себе Леона. Дитяра берет фармить себе Фантом Лансер. Ну и, скорее всего, Чеширский Кот на Бруде отправится у нас фармить легкие лайн. Ну и саппорт Тренд Протектор. То, как мне видится данная ситуация. Ждем. Несколько секунд всего у нас осталось. По пику вообще команда Empire должна вывозить все, что ПР могут им предложить. Это по пику. J4 забирает себе Тренд Протектора. И Чеширский Кот на Бруде. Глянем. Возможно, Бруда у нас и в Сложную отправится. Они будут по факту фармить в легкой. Ну и есть Фантом Лансер. И все. Бруда у нас, значит, отправляется фармить Хардлейн. Чеширский Кот забирает данного героя. Дитяра. Дитяра на скейтборде катится у нас на нижней лайн. Здесь уже его готов встретить Сайлент. И дружная компания из команды Empire. Резолюшн, Алоха Дэнс, Йоку. Все уже готовы прийти в лес. Но Дитяра продолжает. Опять же. Никакого торможения. Трения на ноле. Просто по воздуху скользит Фантом Лансер. Ну и встретиться здесь с Квапой. Должен, по крайней мере. Вот, собственно, и встреча. Смотри, как я умею. Дитяра, по-моему, не увидели. Нет, Сайлент увидел у нас. В итоге Дитяра пошли цеплять его Резолюшн. Будет ли Фрост Эрол здесь? Ничего, пока Резолюшн не качал. Дитяра съедает дерево и убегает по Т1. Можно и отрезать его. Сайлент пытается отрезать Дитяра от команды. Кингер уже у нас недалеко. Ну, драка по факту не состоялась. Можно, в принципе, не ожидать. Уже ни врыва ни с одной стороны, ни с другой. Да и фрагов до выхода крипов вряд ли. Фраги мы увидим. Наруны команды позиции не приняли. Три-таки, чтобы можно было атаковать и нормально друг друга расковырять. Разве что на топ-лей невозможен файт. Но Йоку здесь Солвесу на Флайм Бруду отгоняют. Все, Йоку у нас забирает. Йоку будет фармить у нас легкую линию в соло. А Сайлент на Квин оф Пейн в паре с Алоха Дэнсом будет фармить у нас сложную линию. Удивительное рядом. Йоку фармит легкую и к нему еще приставили одного саппорта. Наконец-то оценили у нас молодого игрока команды Эмпайр. Дали возможность фармить и быть востребованным в вопросе экономики. Перебежала бабуля, принесла резолюшену танго. Уже есть рейсбенд. В принципе, фарм выходит у нас резолюшен на Дроу Рейнджер. В принципе, не часто увидишь дровку на мидлейне. Против Акаши дровка должна стоять относительно неплохо. Акаши на эсэфе. Я имею ввиду, а не Акаша Квин оф Пейн. Акаша Квин оф Пейн в составе команды Эмпайр. И фармит она сложную в паре с Андаингом. Дитяра пока здесь в соло. В Фантом Лансере к нему не подходят. Кингер здесь занимался девардингом. И что, и вард не увидели? Не поняли, где стоит вард от команды Эмпайр. Вижена нет, собственно, и... И все, и заблочили один из спотов. Значит, отводы пока что команде Пейр не светят. Алоха Дэнс. Дикей по двоим или даже... Так, а ну-ка, может даже... Нет, по двоим. По двоим Дикей от Алоха Дэнс. Ну, здесь, в принципе, дабла от команды Эмпайр очень и очень сильная. Что с ней делать, по факту, пока непонятно. Мне лично. Возможно, это знают Пейры. Ну, тут хотя бы надо подсейвить Фантом Лансера, чтобы что-то можно было нафармить. На данный же момент у Пейла дела не лучшим образом обстоят. 2-0 Крипстат. Этого действительно мало. Резолюшн на медлейне. 5-2-6-4 УСФ. Резолюшн просто нон-стоп через Фрост Эролс. Аура уже в 2 вкачана у Дроу Рейнджера. Дэмэджа, в принципе, предостаточно. Ну и опять же, Крипы не агрятся, если через Фрост Эролс дамажишь СФ. Можно и поразвлекать его. Йоку фармит в гордом одиночестве. Чеширский код не подходит. Здесь стоит вард от команды Эмпайр. И Чеширский код сам с вардом. Но тут надо хотя бы подойти к этому варду. И понятно, что ни представления не имеет у нас Чеширский код. Куда ткнуть Сентрик, чтобы задевардить. Но Йоку готов. Йоку Бару Страйк уже в 2 вкачан. Поэтому как только, так сразу. Йоку, в принципе, фармит в безопасности. 12 на 3 у него Крип Статус. Сайлента 12 на 5. В общем-то, Эмпайр перефармливает своих оппонентов. У СФ на мидлейне 10 на 6. У Резолюшена 9 на 4. Резолюшен, кстати, дико проседает по ХП. Сейчас дальний еще пройдет от Акаши. И Резолюшен может и отъехать. 1-2 удара, и этого будет предостаточно дровки. Пошел у нас дальний Коэл от СФа. Ну и на лоу ХП. Что Резолюшен, что СФ. Одними Фрост Ароу здесь не отковыряться. Но и опять же, на реакции все делается здесь. Кто на кого сагрится, кто на кого выйдет. Уже бежит Боттл для мидера команды Пауэр Рейнджерс. Ну и Резолюшену прибегает здесь Хеллинг Сэлф. Все, 2 рейсбэнда. Теперь дровка просто должна физически наказывать мидлейнера команды ПР. На нижнем лайне файты так и не организовались. Дитя Ра, 3-0, бедняжечка. Вышлите ему крипов. 19 на 7 в это время Сайлент. Ну и все, тут Сол Рип. Тут есть Дикейт. Тут есть Томп Стоун. Подойти к Сайленту невозможно. Эскейп, если что, у Сайлента есть. И поймать его может только Леон. Опять же, очень маленький по временной продолжительности Хекс. И Спайк тоже здесь первого левела. Поэтому проблем у Сайлента по факту быть не должно. И опять же, Сол Рип всегда на готове. Если вдвоем в подкоп не встрянут, проблем быть не должно. Чеширский Кот в это время. 11 на 0 на топ-лейне. Always on a Fly. Тут гибнет от тараканов. Просветил. Все. Увидели, что нет рядом Чеширского Кота. Немножко успокоился Always on a Fly. Баунти Руна для Дровки и Инвиз для СФа. Пятый левел уже есть у мидера команды Пауэрэнджерс. Квапа приобретает тем временем ПТ себе. Есть у Йоку Аркан Буци и для Брудмазер появляется Сол Ринг. Бруда тут Экспу старается везде получать. Поставили вард. Вижен в принципе имеется. Чеширский Кот примерно понял, что его ждет. Чеширский Кот отсюда уходит. Ну, видят же. Должны видеть с интрики друг друга. Ну, здесь Катапульта решает все вопросы, которые должна решать команда Эмпайр. Сайлент на лоу ХП. Зацепили его. Блинкаут отсюда Сайлент. Ну, неужели Алоха Дэнс здесь будет умирать? Томпсон поставили. Ну, Томба пока не разбита. И в итоге еще на мидлейне у нас забрали резолюшена. И на нижнем лайне команда Эмпайр забирает в это время тренд протектора. За дитяра пошла погоня. На лоу ХП Сайлент. 10 ХП. Да беги ты отсюда. Сейчас скрип просто икнет и развалится Сайлент. Сайлент в итоге уходит. На таком же дичайшем лоу ХП Фантом Лансер. Ну, заденайл его Кингер. И я это видел. Я это видел. В это время Бруда сгрызает у нас Always Wanna Flyer. Йоку забирает всех детей Бруды за это. Будешь знать. Кровь за кровь. У Чеширского Кота почти шестой есть. У Йоку шестой уже имеется. Вижен для Эмпайр, если что, тоже есть. Ну и Алоха Дэнс никуда не уходит. Через Сол Ри пришел тут. Заработать все, что необходимо. Ну, вы понимаете. Это на один ланс от Фантому Лансера. Алоха Дэнс хватило сообразительности. Отпиться батлом. Потому что иначе были бы дикие проблемы. Резолюшн пошел гонять здесь СФа. СФ тем временем один фраг на Риза уже сделал. И мидер команды... Команды Эмпайр по Нетворцу должен отставать. Как по мне. 2-100 у него. И 3-100 для Акаши Сейхуру. Ну, СФ свое в принципе взял. 32-12 Крипстат. 35-12 даже у Резолюшна. 27 на 6. Поэтому нелегко будет дровки в дальнейшем. Хотя не так сильно, конечно, зависимо от фарма. Йоку на лоу ХП здесь. Ну, и Кингер очень вовремя приходит. Бруда забирает еще один фраг для себя. 2-0 для Чеширского Кота. Сложное становится вполне вывозимой. Опять же, благодаря подсейву от Леона, помощи на ганке ПР выходят вперед. По золоту ПР зарабатывает в этом файте 408. Ну, и по ХП 634 в принципе неплохо. Вообще по голде Эмпайр выигрывали. Теперь практически в ноль скатились. По Экспириенсу та же история. С 1500 до 500. Но графики движутся в сторону белорусского коллектива. Поэтому Эмпайр в скором времени все преимущества могут растерять. У Йоку появляется Ring of Health. Куда, зачем, не ясно. Видимо, просто стоять на лайнене. Йоку у нас в Хекс отправляют. Подкоп от Кингера будет. Чеширский Кот готов биться. Йоку уходит у нас в Сэнд Сторм. И бежать отсюда. Подкоп. Можно попытаться Чеширского Кота забрать. Йоку мансит по кустам. За ним таракан. Еще один удар от Кингера. Кингер здесь в итоге убивает у нас Йоку. И еще один фраг для команды Эмпайр. На лоу ХП команда ПР, но свое забрала. Сэн Кинга убили. Вторая смерть для Йоку. Куда же ты делся, Always Wanna Fly? Почему ты не рядом? Такие важные моменты. Дитяра загоняют под Тавер. Тамбу поставил Алоха Дэнс. Дитяра должен здесь, в принципе, умирать. У Саина-то есть чем раскастоваться. Дитяра на лоу ХП. За ним куча мумий. Ну все. Дитяра погибает. Алоха Дэнс, в принципе, живой здесь. Undyne забирает первый фраг для себя. 1-0 для Алоха Дэнс. Все время на соплях по ХП, но при этом все время живой. Еще и убивать умудряется. По золоту Эмпайр 500 сейчас. По экспириенсу в ноль. Невозможно смотреть, конечно, на такое количество вебов. Дота превращается в сущий кошмар для тех, у кого инсектофобия. А это я. Приятно познакомиться. Эмпайр выходит на Роху. Джейфо здесь. У Джейфо нет овергроулс. И Джейфо просто с одного раскаста Сайлента. И Алоха Дэнсер разваливается. На лоу ХП вся команда ПР. Вот сюда БСФа с ультой. Все бы легли. Все. Но по факту Тренд Протектор только у нас отъехал. И Рошан падает для Империи. А Эгис забирает Резолюшн. Дитяра на Фантом Лансере. 18 на 4. Так ли должен выглядеть Фантом Лансер на 10 минуте? Нет, не думаю. Дальше за Алоха Дэнсом. Томп Стоун ставит Алоха Дэнс. Сол Рип через секунду. Подхиливается Дитяра здесь через Доппельгангер. В принципе Алоха Дэнса должны забирать. Должны забирать. Это я говорю об одном Фантом Лансере. Но понимаете, что множественное число здесь не случайно. Йоку дальше за Фантом Лансером. Ну и все. Вроде как подсейвил Джейфо своего тиммейта. И просто стоит смотрит. Причем очень унизительно стоит и смотрит. Не подходил даже близко. Я посмотрел, чем развлекается нынешняя молодежь. И отошел Джейфо отсюда. Он весь он офлайн. Орал у нас на СФ. Сместился, кстати, Акаши на топ-лейн. Уже у него есть Баклер до Хедрески. До Хедрески ничего. Хедреска уже готова. Осталось только на рецепт для Мекина собирать. Тараканы всей толпой здесь месяц. Сайлент разорался на тараканов. Развалил большую из них часть. Олесон оф Лай у нас терпит очень сильно от СФ. Еще один Койл. Олесон оф Лай умрет. Но перед смертью Finger of Death. Леон запускает у нас в Вингу. Винга погибает. И погибает Леон. Разменялись саппорта на саппорта. В общем, не критично ни для одной, ни для другой команды. И Сайлент просто здесь ненавидит вообще тараканов. Но у него хотя бы возможность убить их есть. Квапа. Роуп оф зе Мэджи приобретает. Это подбрасер. И это подбарабаны. Сайлент будет на квапе с барабанами. Или я чего-то не понимаю. 6-6 становится счет. Полторы тысячи для Империи по золоту. И 500 по экспириенсу. Шейкера нет. Шейкер не был в бане. Шейкер как раз и ванговался мной до... Для пик команды Эмпайр. В итоге взяли для Йоку... Кого там взяли? Сэнд Кинга. Сэнд Кинга у нас с Вангвардом. Теперь вы видели все. Сэфа уже должна быть готова... Лететь готовая Мекка. Все. Есть Мекка у команды ПР. Можно идти в наступление. Овесу на Флайвы свапывает у нас Сэфа. Здесь Резолюшн и здесь Алоха Дэнс. Вряд ли здесь отпустят уже у нас Акаши. Акаши на лох ЭПР разультился. Но это в принципе предсмертный ульт. Сам по себе дэмэджа от ульты не нанес. Леон на лох ЭПР умирает на нижнем лайне. Йоку забирает у нас вместе с Квапой данный фраг. И счет становится 8-6. Венга очень удачно у нас выступила. Увесу на Флайв за всю ту трусость, которая была на линии. Неуместность свою ответил. Забрали Сэфа благодаря его героическому поступку. Свапнул Сэфа сам влез у нас под дэмэдж. Но через стан, через все необходимое Сэфа за контриле. 6-8 счет. 3000 империя по золоту. И 2000 импайр по экспириенсу. Резолюшн с ДД забирает Т1 по мидлейну. У него уже есть Яша, есть Огрклаб. Есть вероятность, что Резолюшн пойдет у нас в БКБ. Боже, запутался. Нет, покупает Белтов Стрэндж, поэтому Сэнджин Яша будет на Резолюшн. Возможно, БКБ будет попозже. В принципе, лишним здесь точно не будет. Бруда потихоньку начинает есть Т2 уже со стороны команды Эмпайр. И продолжение, продолжение этого ужаса с паутиной. По всей карте. Просто посмотрите на мини-мэп. Посмотрите, что там с топом случилось. Но именно так и должна играть Бруда. Чеширский кот об этом прекрасно знает. Уже есть Оркит у Чеширского кота. Что вообще можно ему сказать? По фарму все великолепно. Брудмазер по Нетворцу на... На втором месте Бруда. На втором обгоняет Сэфа. Отстает только от Резолюшна. И не сильно. В принципе, Дитя Раф грызается в Резолюшн. Резолюшн на Лоу ХП бежит отсюда. Должен, в принципе, умирать. Но и Алоха Дэнс здесь же остается. Платхилл пошел от Сэфа. Теперь по Сайленту Сайлент на Лоу ХП. Куча иллюзий от Фантом Лайнсера. Бежит за Сайлентом. Две секунды до блинка. Все, Сайлент должен упрыгивать. Вниз на Лоу Граунд. И ТП Аут отсюда как можно быстрее. Потеряли ПРы только Леона. 9-8. 14 минут сыграно. По золоту ПРы отыграли порядка полутора тысяч. По Экспириенсу в ноль вышли ПРы. Хотя отставали почти... Почти... Да, две тысячи и отставали. Чеширский Кот с Оркидом. Сол Ринг. Ринг оф Басилус. Всего достаточно. Тапок ему не нужен. Чеширский Кот на Тавер. Тавер в итоге сжирает у нас машинка. И все, Чеширский Кот просто уходит в инвиз. Просвета ни у кого, как я понимаю, нет. Да, ни Йоку, ни Сайлент у нас... А как так получилось? Как так вышло? А вот как вышло. Вот как вышло Сентри Варт от команды Эмпайр. Очень удачно влез у нас бедняка Чеширский Кот. Прям под Сентрик. Ну и Сайлент уже не простил. Реакция Мангуста. Дровки совсем чуть-чуть остаются до Сенжин Яш. На данный момент у Дров Рейнджер уже есть Огр Клаб. Есть Белт оф Стрэндж. Ну и Яша в этом билде имеется. Ну все, в принципе, Стэш через 150 монет помолнится. Чеширский Кот отправляется вниз. Уворачивается от Гаста. Готов драться с Резолюшеном. Сайлент в принципе Оркет. Я имею ввиду у Чеширского Кота имеется. Тапок есть, ульта есть. Поэтому развалить можно будет быстро. Но здесь, к счастью, Резолюшеном у нас Always Wanna Fly оказался. Ну на Медлейне Андаинга в это время развалили. Алуха Дэнс отправляется в Таверну уже во второй раз. Бруда заходит просто великолепно. Чеширский Кот и правда никого не жалеет. Получается у него играть очень даже хорошо. Пока что полезен по фарму. Тоже в тройке держится вполне уверенно. Обгоняет здесь фармящую Квапу. Так, Кенгер у нас умирает от Йоку. И что? Я пропустил Эпицентр вместе с Даггером от Йоку. И такое бывает. 9-12 становится счет. Почти тысячу по голде зарабатывают Эмпайры. Две с копейками по Экспириенсу. Чеширский Кот понял, что выехали именно за ним. Быстрее отсюда отваливать. Тысяча по голде есть для него. Вообще давайте посмотрим, что у кого появляется. У Квапы есть один Обливент Став. Еще целый Обливент Став и рецепт до Оркина. У Андаинга до Мекки целый рецепт. У Сент Кенга есть Даггер. Есть Вангвард для Йоку. Ну и Винга здесь с фазами бегает. Супер быстрый и супер дамажащий. Ну и Резолюшина мы видели. У Резолюшина есть Сенжин Яша. Куча рейсбендов, ПТ. И после Сенжин Яши еще 900 на руках. Можно в принципе Мом приобретать Дроу Рейнджера. И стараться быть очень дамажащим в файтах. Одиннадцатый левел тоже имеется. Поэтому по дэмэджу уже 300 с руки для Дровки. В присутствии Винги. Конечно же. Алоха Денс провязал ульту. Для чего? Для кого? Для чего? Джейфо. Пошел Овергроус по двоим. Подкоп пошел от Йоку. Йоку. Проседает по Хеллс Пойнтам. Резолюшина на Лоу ХП. Ульта пошла у нас от СФ. Минус 2 уже делает команда ПР. На Лоу ХП здесь Бруда. Чеширский Кот пилит Тамбу. Ну все. Томб Стоуна развалили. В итоге минус 2 делает команда ПР. Безответные минус 2. 1250 по голде и 2200 по Экспириенсу. Чуть-чуть отыграли. Где-то в ноль скоро выйдут ПР. Если такими же темпами продолжат файтить. И СФ забирает для себя еще и Тауэр. Ну по фарму СФ на первом месте 9400 для Акаши Сейхуру. И осталось совсем чуть-чуть, я думаю, до Иула. Почему в принципе СФ его не собирает? Можно, можно, можно. Пока нет БКБ у нас у Дровки. Идеальный вообще вариант для Раскаста. Пока ничего СФ себе не приобретал. Просто на руках носит деньги. Даггер есть, Мека есть. ПТ имеется, Аквила всего нормально. У Тренд Протектора появляется Пойнт Бустер. И Огр Клаб для GFO уже есть. Полторы тысячи до появления Аганима. Так, СФ у нас на лох ЭП. Always One Off Live вместе с Йоку. Еще один Эпицентр. Да ну вообще. Давайте смотреть, как у нас Йоку кастует. Вот так у нас Йоку кастует. Разультился под ноги Акаши Сейхура. Все разнесли. 11-13. Команда Эмпайр по-прежнему впереди. И по голде то, что отыграли в свою очередь ПР. И теперь вернули на место игроки команды Эмпайр. Что, команда Эмпайр перемещается у нас на Рошана. Не знаю, знает ли об этом ПР. Сейчас узнаем, в принципе. Нет, ПР ничего не знают. Видите, бижена никакого. Ну и все. И в итоге для Эмпайр падает уже второй Роха. ПР ничем пока не ответили. Даже не вышли просто побесить команду Эмпайр во время файта с Рошаном. Чеширский Кот просто-напросто в кустах. Его не видно. Тут Вард, конечно, стоит. Но из кустов у нас Чеширский Кот не вылезает. Ему и здесь хорошо. Какой-то виноградный паук. Спрятался потом... В самый неподходящий вообще момент. Напугает тебя до прединфарктного состояния. Квапа в это время развалила Фантом Лансера. Почему такой... Почему такой слабый у нас дитя ранен? Не очень понятно. В принципе, Фантом Лансер должен выфармливать здесь и гнобить всю команду Эмпайр. А по факту больше всех умирает. Ульта пошла от Эсэпа. По двоим попадает. Йоку не зацепило. У Йоку Эпицентр очень нескоро в концепции данного файта. Йоку у нас ушел в Инвиз. Резолюшн Хиксия. Томпсон поставили. Алоха Дэнс отправляется у нас в таверну. Ну, в итоге Резолюшн забирает, кстати, вместе с Сэнкингом Эсэпа в никуда. Перед смертью у нас от Леона пошел стан. Ну и Резолюшн. Быстрее на Джейфо. Джейфо здесь в Инвиз входит. Но должен в итоге Джейфо умирать. Подкоп у нас от Йоку. И даблкил в данном файте. Без Эпицентра обошелся Сэнкинг. Минус 3 в данном файте делает команда ПР. Ну и вот Дитяра у нас наконец-то появился. После загула во вражеском лесу. Диффуза наконец-то появляются у Дитяра. Они были и до этого. Правда, лежали в стэше. Теперь Дитяра смог забрать. Врыв на Сайлента. По нему Сайлент. Сайлент бедняга терпит. Не успевает в итоге уйти. Йоку раскастовался. Но ПР... ПР в итоге в пятером отправляются в таверну. Йоку раскастовался. Заставил убегать у нас с Фантом Лансера. Ну а там Резолюшн, чтобы в спину не настрелял. Да? Когда вообще вы такое видели? 13-19 счет. Импайр впереди по золоту. Уже 5 с копейками по экспириенсу. Порядка 7 в пользу Империи. Империи. Продолжение следует... Что Резолюшн выходит со своей кампанией на Мидлы. Т2 разобрали. Т2 внизу... Вообще команда Империя тут сильно задавила. Так, СФ у нас на лоу ХП. Опять оказался рядом с Сайлентом. Сайлент не прощает его. Просто-напросто развалили у нас... Мидера команды Пауэр Рейнджерс. 20-13 становится счет в пользу Империи. 10 тысяч по голде. 11 тысяч по экспириенсу. Ой, как ПРы горят сильно. Ну и ПРы, правда, сильнее по вопросам кадрового состава. Тут неудивительно. С другой стороны ПРы неплохо начали, но... Но-но-но. То Фантом Лансер подстрянет где-то, то на том же месте умрет СФ. Такое ощущение, что что-то здесь оставила команда ПР. И поочередно ходят и пытаются найти, что там случилось. Сначала Фантом Лансер был, слился. Потом сказал... СФ, упойди, глянь ты. Может у тебя... Может ты найдешь. Нашли в итоге. Оба отправились в таверну. Йоку готов уже с Эпицентром врываться. Провязали барабаны. Барабаны провязала Акаша. Queen of Pain. Йоку готовится. Если кто-то подойдет, кто-то умрет. Йоку на лоу-граунде. Можно вниз сразу же перемещаться. Джейфо у нас увидели или нет? Вижена нет, как я понимаю. Нет, Олвесу на Флай. Будут пытаться здесь поймать Овергроус. Надо Олвесу на Флай и Джейфо просто оставить здесь Вингу. Зачем? Вопрос у меня. Карл, зачем? Ну и что? И будет ответ от команды Эмпайр. Нет, Олвесу на Флай. Высвапывает Джейфо. Джейфо сразу же под Сайленсом. Ульта от Аллаха Дэнса. Минус Трэнд Протектор. Можно идти и давить. Крипы здесь. Можно через Мид зайти. Хоть на Т4 двигать команде Эмпайр. Файтиться вряд ли кто-то захочет. А Йоко у нас отправляется в инвизи на нижний лайн. Надо гем команде Эмпайр. Потому что неприятно так драться с Брудой. Айгис у нас заканчивается на ком, кстати. На Резолюшине, по-моему. Да, Резолюшин уже без Айгиса. Пошли на нижний лайн. Тролль здесь есть. Тролль, если что, и потанкует. Утролля 20 хп, но при этом тролль дамажит. Сайлент. Вместе со всей командой. Блин, все. Скорее всего, нижний лайн тут точно так же, как и Мид рассыпется. Доппергангер провязал здесь дитя рану. Это все бесполезно вообще. СФ просто-напросто не может сам ничего сделать. Но у него никаких средств нет для того, чтобы команду Эмпайр задержать. Ни тебе Еула, ни тебе Стана какого-то в команде. Кстати, Стан-то один-единственный у Леона, но и Овергроус от Тренд Протектора. Но все, в принципе, пребывают в сознании. Поэтому это Стан такой относительный. Кто-то пошел тренировать ПРов. Какой-то очень перспективный дота-игрок. Кэп от бога. Always Wanna Fly вместе с Resolution на Ancient. Ну что, время пришло посмотреть, что у нас там по экономике. 15 тысяч Эмпайр и по Экспириенсу 13 тоже в пользу команды Империя. Еще и Курьер Рэддинтов отваливается у нас. Как будто мало было в команде Империи. А что, как, что, как? Это Сайлент, да? Да, это Сайлент. Я уже испугался, что Курьер там от Эншентов просто так сам умер. Не до контроля. Драка пошла у нас на Мид Лейне. Йоку. Без Эпицентра. Always Wanna Fly на Лоу ХП. Пошла ульта от Сайлента. Минус 4 делает команда ПР. И это Тим Вайп от Эмпайр. Минус 4 со стороны ПР было. Ну и Эмпайр. Тим Вайп. Резолюшн на Лоу ХП, но живой. В принципе, минус 5 сделано. Байбеки давайте посмотрим. У команды ПР только СФ может у нас возродиться. Но это уже в другой игре. В следующей. ГГВП пишет у нас вся команда ПР. Поздравляем Эмпайр. Победа в первой катке. Ну и напомню, это катка в формате Best of 3. Это Дота 2 Champions League. И у нас на повестке следующий минимум один матч. А в программе максимум две встречи. Так что ждем. Ждем, чем ответят ПР и ответят ли вообще. Напомню еще раз, это студия Игрокам ТВ. У микрофона друг. Подписывайтесь на наш канал на портале Good Game. Вот. А там потом подскажем, где мы на Твиче и как нас разыскать. Все. Услышимся через 2-3 минуты. Пока. Небольшая пауза и не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok